В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Украл, выпил в тюрьму. Пьяное вождение по-прежнему не редкость в нашем городе. В 2017 году в Рязани не будут прокладывать новую ливневую кундуризацию. И сегодня в России отмечают День Героев Отечества. В следующем году в Рязани не будут прокладывать новую ливневую канализацию. Средства на это не заложены в проект бюджета. Поэтому, когда растает снег, рязанцы увидят знакомую картину. Потоп на каждой второй улице города и при каждом настоящем летнем дожде. Венеция на дорогах Рязани. Состояние ливневых канализаций заинтересовало прокуратуру. Каждое лето машины по капоту ходят под воду, а пешеходы вынуждены переплывать дорогу, портят обувь, одежду и телефоны. Ситуация выходит из-под контроля даже на главных улицах Рязани. В лодке и катера превращаются автомобили на Московском и Куйбышевском шоссе. Весной и осенью ситуация не становится лучше. Регулярно уходит под воду Славянский проспект, улицы Есенина и Грибоедова. Ливневая канализация не справляется с потоками воды. А в условиях переменчивой зимней погоды огромные лужи быстро замерзают, превращаясь в настоящий каток. Ситуацию каждый год обещают исправить. На этот раз за дело берется Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура. В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории города Рязани целостной ливневой канализации, которая оборудована была бы, выпуски, которые оборудованы были бы очистными сооружениями, как предусмотрено действующим законодательством, нет. Нарушения и виноватые будут установлены в ходе масштабной проверки, которая запланирована на первое полугодие 2017 года. В рамках нее будут взяты пробы ВОД, изучены документы и ситуация в целом. Какие меры принимали органы местного самоуправления, в первую очередь, для того, чтобы организовать эксплуатацию ливневой канализации, какие меры принимали органы государственной власти, какие программы действуют в регионе. То есть проверка проводится в комплексе. Помимо ливневой канализации, прокуратура проверит факты несанкционированных сбросов в фекальных стоках водоема области. Наибольшую опасность на сегодняшний день представляет автоагрегатный завод. Сам он не работает, но на территории предприятия находятся десятки различных организаций. В находящейся неподалеку реке Трубеж местные жители заметили небольшой ручеек с устойчивым фекальным запахом. К сожалению, ситуация не единичная. Уже вынесено 77 решений судов по подобным искам. Из них 35 по очистке сброшенных вод. В 2015 году всего сброшено в поверхностные водные объекты 129,88 миллиона кубометров сточенных вод. Из них 0,23 миллиона кубометров стоков было сброшено без очистки вообще. 82,02 миллиона кубометров стоков было сброшено недостаточно очищенными. Смогут ли в ходе проверки найти всех виновных и устранить наболевшие нарушения, узнаем через полгода. А пока проявляйте бдительность, ведь по каждому обращению граждан природоохранная прокуратура обязана проводить проверки. Не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения – одно из самых элементарных, а возможно и главных даже не правила – принципов дорожного движения. Но, к сожалению, многие до сих пор не уяснили, насколько важно их придерживаться. Сотрудники госавтоинспекции задержали очередного водителя, который сел за руль пьяным. Как оказалось, не в первый раз. Подробности Натальи Новиковой. Сотрудники госавтоинспекции задержали 53-летнего рязанца, который управлял автомобилем в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. В сопровождении сотрудников ДПС мужчина был сразу же направлен на стационарный пост ДПС для свидетельствования, который установил степень алкогольной интоксикации – 0,78 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как оказалось, пьяным мужчина сел за руль далеко не впервые. История алкогольных поездок оказалась очень долгой. Полицейские выяснили, что в апреле 2006 года этот водитель уже лишался права управления сроком на 18 месяцев. Причем это не остановило злостного нарушителя. И уже в июле того же года он был снова задержан за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но теперь к данному нарушению прибавилось еще и управление транспортным средством гражданином, лишенным права управления. А через 10 суток он вновь был задержан за точно такое же нарушение. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму романтика. Затем в январе 2007 года мужчина снова сел за руль в нетрезвом состоянии. И вновь не смог избежать и взоров правоохранителей. На этот раз мужчину хватило достаточно надолго. Теперь уже спустя несколько лет, а в 2014 году, гражданина в очередной раз попала в поле зрения инспекторов ГИБДД. В этот раз он был лишен права управления на срок 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Как оказалось, ни одно из примененных за долгие годы административных наказаний не удержало горе водителя от очередного нарушения. И теперь данного гражданина вновь ждет лишение права управления, а также уголовная ответственность. Максимальным предусмотренным наказанием является штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Ну а госавтоинспекция в очередной раз призывает всех водителей воздерживаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Каждому автолюбителю стоит раз и навсегда усвоить, что таким образом он подвергает крайне высокому риску не только себя, но и других участников дорожного движения. Сегодня международный день борьбы с коррупцией. Борьба со взятками в нашей стране стала одной из приоритетных задач государства. И вслед за резонансными делами высокопоставленных чиновников понемногу начинает добираться до среднего и нижнего чиновничьего звена, которому до поры до времени удавалось скрываться в тени. Противодействию коррупции в последнее время уделяется значительное внимание. Это очевидно. Понятие широкое, которое включает не только борьбу с коррупцией, то есть действия по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, но и работу по профилактике и формированию нетерпимого отношения в обществе к коррупции. За 9 месяцев, согласно статистической отчетности, наше управление, следственного комитета, возбудило 92 уголовных дела коррупционной направленности. Почти половину из них составляют дела о факторах взяточничества, то есть получения и дачи взяток. Дачи взяток – это 4 дела, получение – это 40 дел. Вот эти вот мифы, которые нам насаждают, а наши, например, неполноценности. Вот мы – самый вороватый народ. У нас коррупция – это национальный вид спорта. Да черта с два. Вот черта с два. Я, не имея профильного исторического образования, могу рассказать вам столько на эту тему, он же докладимый нас знает, я могу часами про это говорить, о том, на каких исторических периодах это было, процитировать вам священные книги. От Торы до Библии нашей, где написано и в Коране даже, и дающий, берущий, будет говорить в аду. Это было в самых древних законах. Это характерно для любой исторической формации. По состоянию на сегодняшний день в суд направлено 37 дел, из них 28 по факту взяточничества. 41 человек сел на скамью подсудимых. Им инкриминируется в общей сложности 111 коррупционных преступлений, в том числе 55 тяжких и особо тяжких. Законодатели тоже не стоят на месте. Ужесточились наказания за преступления коррупционной направленности. Так, теперь лицо в случае получения взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В случае, если лицо получило взятку в значительном размере, то в том числе лицо наказывается штрафом в размере от 200 тысяч рублей до 1 миллиона 500 тысяч рублей. В случае получения должностным лицом взятки за незаконное действие либо бездействие, лицо наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Также изменили санкции и части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь, если лицо получило взятку в крупном размере, то оно может быть приговорено судом к наказанию в виде штрафа в размере от 2 до 4 миллионов рублей. Если лицо получило взятку в особо крупном размере, то оно наказывается штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей. Комплекс мероприятий, формирующих негативное восприятие самой модели коррупционного поведения, проводится регулярно. В преддверии дня борьбы с коррупцией следственным управлением Следственного комитета проведен детский конкурс рисунков, где самые юные горожане выразили свое отношение к преступлениям этой направленности. Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. Праздник тех людей, кто рискует жизнью. На их счету сотни спасенных. Их вклад в развитие страны неоценим. Памятная дата берет свое начало еще в 18 веке. Она приурочена к важному событию времен правления Екатерины II, когда был учрежден Орден Святого Георгия Победоносца, высшая военная награда Российской империи. Честовать тех, кто рискует своей жизнью ради нас, кто выполняет стратегические для государства задачи, впервые в новейшей истории России стали с 2007 года. Так восстанавливалась дореволюционная традиция – посвящать 9 декабря кавалерам Ордена Святого Георгия. Сегодня поздравляют героев Советского Союза и России, кавалеров Орденов Славы и Возрожденного Георгия Победоносца. В списке награжденных сейчас больше тысячи человек со всей страны. Рязанец, герой России Михаил Малахов сам говорит о подвиге, как не подвиге, а о смысле жизни. Вспоминает, что тогда, 20 лет назад, ему было необходимо проверить прежде всего себя и возможности человеческого организма. В 1995 году Михаил Георгиевич с канадцем Ричардом Вебером совершил уникальный автономный переход от Канады до Северного полюса и обратно. Вот здесь уже, так сказать, вот амбиции как медика сыграли, наверное, роль. Насколько это возможно? И надо было по-хорошему создать систему жизнеобеспечения, пребывания на льдах Северного ледовитого океана. И вот это был, наверное, вот этот движущий проект. В каких-то геройских званиях, в каких-то там наградах, в какой-то славе, ей-богу, никогда речи не шло. Был нормальный человеческий интерес и предыдущий жизненный опыт, походный опыт говорил о том, что вот это возможно, но как это? Надо было написать инструкцию, вот фактически, которая еще не существовала, чтобы по твоей лыжне потом уже могли идти другие люди. Врач, кандидат медицинских наук, он когда-то занимался вопросами хирургии и на практике изучал возможности человека в условиях низких температур, предельных физических и психологических нагрузок. То, что он совершил, больше так никто и никогда не повторил. Но сам сегодня признается, тогда, идя к своей цели, он никогда не мечтал о звании героя. Как говорится, скромный человек сам своих заслуг не оценивает. Работа логопеда в современных условиях должна быть не только эффективной, но и интересной. Такой позиции придерживается победительница конкурса «Воспитатель года России-2016». Педагог работает с малышами в Рязанском детском саду, а ее уроки становятся для подопечных настоящим путешествием в мир сказки, букв и песен. Екатерина Смалева, 7 лет, работает логопедом в 130-м детском саду в районе Дашково-Песочни. Больше всего в детях ей нравится их непосредственность и искренность. Они всегда делают комплименты Екатерине по поводу ее внешнего вида и того, как она разговаривает. А говорить приходится о многом – о ежиках, белочках и зайчиках, живущих в лесу. Будете мне помогать? С барабаном ходит ежик, целый день играет ежик, зайца здорово спугнули, глаз до зорьки не сомкнули. С помощью картинок и песен дети учатся произносить слова по слогам, изучают ритм. А чудо-перчатки Екатерина применяет для биоэнергопластики. Это методика соединения артикуляционного аппарата и кистей рук, например, при произношении букв. Она помогает дольше удерживать внимание детей, развивает мелкую моторику и активизирует естественное распределение биоэнергии в организме, активизируя интеллектуальную деятельность. За прошедший год Екатерина обучилась еще одной методике. Возможность для этого появилась после того, как она решилась на участие в городском конкурсе воспитателей. Сразу после муниципального этапа мне была подарена, можно сказать, денежная сумма. Я не стала тратить ее на какие-то покупки. Я решила вложить это в саморазвитие. И на базе Рязанского государственного университета прошла курс технологии логопедического массажа. То есть это еще больше помогает детям с нарушениями речи. Это массаж лица, языка, щек, шейно-воротниковой зоны. При гипотонусе мышц они активизируются, а при гипертонусе расслабляются. После городского конкурса, который прошел в феврале, Екатерина одержала в апреле победу на областном. И уже в ноябре, представив свою программу «Работа с детьми», она получила первое место на всероссийском конкурсе. Действительно, то, что произошло в этом году, это событие, оно настолько значимо как для нашего детского сада, так и для Рязани, Рязанской области. Потому что действительно быть победителем, лучшим воспитателем на таком значимом всероссийском конкурсе, это очень почетно. И поэтому сейчас мы стараемся делиться опытом, который мы уже имеем, и с коллегами, как внутри нашего детского сада, так и с нашими коллегами города Рязани. Поэтому сейчас хотелось бы вот эту планку, которую мы достигли, как бы ее удержать. И сейчас в этом детском саду есть педагоги и воспитатели, которые в будущем могут принимать участие в подобных конкурсах. Что касается Екатерины, она сказала, что число детей с речевыми нарушениями неуклонно растет, поэтому педагогам приходится продвигаться в развитии. И мало того, что число детей с речевыми нарушениями, если быть точнее, неуклонно растет, мало того, что это дети с низкой работоспособностью, повышенной утомляемостью и, как правило, часто болеющие. И вот преодоление этих трудностей возможно через создание здоровьесберегающей среды и правильного выбора форм, методов и приемов логопедической коррекции. И очень важно, чтобы это еще и было интересно детям. Поэтому приходится спрашивать советов, смотреть на другие, как работают, постоянно совершенствоваться. Так что с хорошим педагогом можно справиться с любыми дефектами речи. Все условия у преподавателей для этого есть. А родным нужно почаще говорить со своими детьми и побольше задавать им вопросов, чтобы к трем годам дети уже хорошо разговаривали. Вот совет лучшего воспитателя страны для наших родителей. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok